Здравствуйте! Это передача Кейсы Коммуникации. Я ее ведущая Галина Панина, пиар-директор Леруа Мерлен. И у нас сегодня в гостях заместитель генерального директора по маркетингу группа компании Люксор Иван Молев. Иван, привет! Добрый день! Иван, группа компании Люксор достаточно разнообразна. Это и рестораны, и кинотеатры. Сразу тебя спрошу, как пиарить и то, и другое? На самом деле подход разный, потому что одно дело пиарить рестораны, другое дело пиарить кинотеатры. Что мы делаем? Мы через кинотеатры пиарим рестораны и наоборот. Например, человек приходит в кинотеатр. Не всегда это так, не всегда это бывает. Все зависит от того, делаем мы в данный конкретный момент это или нет. Покупает два билета в кино, получает десерт в подарок. Он идет в ресторан, берет десерт и, естественно, к нему заказывает чай, кофе, иногда даже что-то поесть. Или в ресторан человек пришел. Бывает очень часто, когда люди приходят в рестораны, но не обязательно потом идут в кино. Пришел в ресторан, покушал, ему предложили карту клуба привилегий Люксор, о которой можем поговорить подробнее. Она предоставляет скидки в ресторанах у нас и предлагает клиенту также копить баллы при покупке билетов в кино и, соответственно, их тратить потом и ходить бесплатно в кинотеатр. Наша философия вообще продвигать не только кино или не только кинотеатр, не только рестораны, а продвигать в целом комплекс услуг и демонстрировать качественный сервис нашим посетителям, потому что это наша философия, это то, к чему мы стремимся. Поэтому изначально... Философия едина, извини, и для ресторанов, и для кинотеатров. И для ресторанов, да. База одна. В принципе, база одна. И мы почему вообще занялись ресторанным бизнесом. Потому что мы считаем, что человек, когда идет в кино, он идет отдыхать. Соответственно, он приходит. Он приходит с семьей часто достаточно в наши кинотеатры конкретно. Он может не только сходить в кино, но также и покушать хорошо, насладиться там. Кухня у нас достаточно хорошая. И получить полный комплекс услуг. Или после фильма, например, сесть в ресторан, обсудить со своими друзьями, что он видел, понравилось, не понравилось. Ему не нужно идти куда-то еще. Он может все сделать на одной площадке. Сколько у вас сейчас кинотеатров? 22. Это по Москве, Московской области? Москва, Московская область, а также Курск, Брянск, Воронеж, Ростов, Сочи и Рязань. А из-за кризиса стало больше зрителей, меньше зрителей? Как на зрелище стали тратиться? Конечно же, у людей стало меньше денег, к сожалению. Но в кинотеатры они ходят, они продолжают ходить. И мы делаем все для того, чтобы, приходя к нам, человек получал удовольствие и был доволен тем уровнем сервиса, который мы демонстрируем и который мы ему предлагаем. Для этого мы проводим очень часто премьерные показы фильмов. Показываем кино до старта в прокате часто. Также проводим разные праздники, как для молодежи, так и для детской аудитории. Не знаю, нанимаем аквагримеров, аниматоров. То есть создаем некую атмосферу праздника на наших площадках. За которую захочется заплатить и прийти. Это бесплатная активность. Как правило, на премьерные показы мы тоже людей приглашаем бесплатно. Мы разыгрываем билеты и пригласительные через интернет в основном, через радиостанции. И помимо этого, конечно же, всегда приглашаем наших держателей карт Клуба Привилегий Люксор. То есть делаем рассылку. Те люди, которые откликаются, первое определенное количество получает возможность посетить показ с другом, с подругой, с супругой, с кем угодно. Целевая аудитория как-то сместилась из-за кризиса? По возрасту как-то еще? Мы в принципе нацелены на аудиторию родителей с детьми и на молодежь. Для студентов тех же у нас специальное предложение в Москве и Московской области с понедельника по среду студент может посетить кинотеатр, пойти в кино за 90 рублей всего. Это, ну, сами понимаете, это вообще ничто. Тем не менее, большое количество студентов, во-первых, об этом знают люди. Мы это особенно не пиарим. Просто те люди, которые к нам приходят, они сейчас, да, мы об этом говорим, да, но тем не менее мы там не вкладывались в какую-то компанию, не рассказывали об этом там всем или не общались на эту тему там со средствами массовой информации. Мы просто считаем, что студент, он должен иметь возможность посещать кино. Это же ведь как культурный центр, по факту, да? Конечно, да. Когда с лекции смываешься, с пары надо куда-то идти, да. Это тоже, да, это тоже существует. Но лучше пусть он придет в кинотеатр посмотреть кино. Очень часто идут очень хорошие, симпатичные фильмы, которые развивают в том числе человека. И лучше пусть он придет к нам посмотреть хороший контент, хорошее кино, чем будет, не знаю, шляться на улице и заниматься чем-то другим, не таким. По поводу жанров фильмов, ты говорил, что у вас есть там философия бренда, философия, объединяющая пиар и ресторанов, и кинотеатров. А есть фильмы, которые вы никогда не покажете? Если у фильма нет прокатного удостоверения, мы его не покажем. А если у него есть, то любой фильм? Все зависит, конечно же, от фильма. Мы, у нас достаточно разноплановый контент. Мы показываем не только блокбастеры, но также у нас мы делаем ставку на арт-проекты. У нас идут не кассовые проекты. Безусловно, они не пользуются большой популярностью, но определенный контингент, определенный круг лиц знают об этом, и они ходят в наши кинотеатры. И мы не делаем ставку на то, что мы заработаем на этих людях. Мы просто хотим показывать качественное кино. Также у нас оперные театральные постановки крутятся в кинотеатрах. У вас трансляция есть, да? Трансляция есть, да, в том числе. Типа Метрополитен-Опера? Да, именно так. В том числе Метрополитен-Опера. И помимо этого мы еще проводим разные социальные акции, показываем, не знаю, и черно-белое кино в том числе, какое-то старое кино. Иногда делаем это, достаточно часто делаем это просто бесплатно, для того, чтобы, не знаю, показать молодежи, детям из неблагополучных семей какой-то вот такой интересный контент, которого нет. Были какие-то фильмы, которые тебя удивили? Например, ты думал, что все у вас думали в менеджменте, что сейчас вот покажете этот фильм, придет толпа народу. Не пришла. Или это провальный фильм, ну давайте, ладно, уже покажем. Да, были, конечно же, такие фильмы. Не буду их называть, это будет неправильно. Неправильно, да? Нет. А учить хочется? Понимаю. Хотя бы жанр, скажи. Понимаю, но, скажем, драмы. Были несколько драм, которые, в принципе, делались достаточно известными режиссерами и имели колоссальную поддержку, в том числе с точки зрения пиара, но они провалились в прокате. Почему это происходит, неизвестно. То же самое могу сказать о фильмах, которые изначально позиционировались как не очень успешные проекты или, например, те проекты, которые не соберут большую кассу, но потом по первому уикенду и по прокату в целом демонстрировали отличный рост. Ну тут, например, можно привести? Например, «Безумный Макс» или «50 оттенков серого». Какой бы фильм ни был, тем не менее, он собрал… Народ все равно пришел и заплатил. Народ пришел. Сразу скажу честно, не всем понравился фильм, но, тем не менее, уже на утренних сеансах в стартовый день, в четверг, было по пол зала в кинотеатрах. Вот так вот. Да. А кто ваши конкуренты? Ну это крупные сети. Это «Формула кино», это «Каро», это «Синемапарк», безусловно. Ты общаешься с кем-нибудь там, со своими коллегами? Да, мы общаемся, конечно же, с коллегами, обсуждаем даже какие-то совместные истории и в каких-то моментах даже выступаем единым фронтом. Знаете, вот проблема, с которой мы сталкиваемся в России, это есть, просто чтобы вы понимали, есть кинопрокатные компании, есть кинотеатры. В Европе или в Америке кинотеатры объединены некой ассоциацией. Они вступают в некий орган и могут отстаивать свои права перед теми же кинопрокатными компаниями. В России, к сожалению, такого органа нет. Нет. Были попытки его создать, но объединиться кинотеатры не могут до сих пор. То есть каждый сам за себя? Каждый сам за себя. А какие основные конфликты между кинотеатрами? Разные. Начиная от росписи фильмов. Некоторые кинопрокатные компании настаивают на том, чтобы фильм был какой бы он ни был успешный, пропиаренный и так далее, чтобы он стоял вот столько и все. И кинотеатры не могут отказать, потому что в противном случае они могут остаться просто без фильма. Вообще остаются без фильма, да? Вообще, да. И вот в таких случаях, скажем, я приведу пример. В Германии недавно фильм «Мстители». В прокатчик установил жесткие требования. Немецкая ассоциация собралась, и они не прокатывали фильм. Вообще. И нанесли тем самым удар, пусть там в рамках глобального мирового масштаба это, может быть, небольшие потери для того же Диснея, но они задумались. И сейчас говорят немножко по-другому с кинотеатрами. У тебя идеи нет начать возглавить? Вы знаете, вот я говорил о том, что уже были такие попытки, вообще хотелось бы очень, потому что этого нет, и это нужно делать. На базе чего и как, не будем о политике, наверное, это будет неправильно. То есть ты не очень веришь в то, что в России возможно сделать такую ассоциацию, которая будет защищать права? Вы знаете, вот были уже ассоциации, создавались, подписывались документы с печатями, с подписями. Но как только кинопрокатчик начинал давить, некоторые, не буду называть коллеги, они просто убегали и разрывали эти отношения. То есть профессиональной солидарности не получилось? Мы, да, мы, конечно же, всегда стоим на своем до конца. Этим мы отличаемся от многих других сетей. Нам сложно, достаточно порой общаться с кинопрокатными компаниями, но тем не менее у нас есть определенные принципы, и мы делаем все для того, чтобы их отстаивать и, в общем, продвигать нашу философию. Я знаю, у тебя есть любимая кинопрокатная компания, да? Да, Universal. Universal — это эталон, я считаю, вообще того, как должен строиться бизнес, потому что те фильмы, которые они показывают, и как они их рекламируют и продвигают, это, конечно же, большое искусство. И те люди, я, в общем, общаюсь с большим количеством людей в Universal, в нашем представительстве, их в их представительстве здесь, в России, они прекрасные люди, они прекрасные специалисты, которые уже в этой области работают многие годы, и они профессионалы, они профессиональные, профессионалы с большой буквы. И они могут всегда аргументированно объяснить тебе, почему вот они делают так или иначе. — Тебе как маркетологу, у тебя есть какие-то инструменты, которые объединяли бы все кинотеатры, сети кинотеатров, и вы смотрели общую такую сегрегированную информацию о посетителях, о зрителях, о прокате? — Конечно же, есть бюллетени, бюллетень кинопрокатчика в том числе, где можно посмотреть цифры в целом по России, по тому или иному фильму. — Она правдивая информация, да? — Да, она правдивая. Другое дело, безусловно, информации по тому, какая сеть сколько заработала, такой информации нет. Ее достаточно сложно получить. Но есть общие цифры, которые позволяют сделать вывод, скажем, о доле от твоих кинотеатров или твоей сети на рынке. И примерно прикинуть, кто сколько заработал. — И куда двигаться тебе самому дальше. — И куда двигаться дальше. Спасибо большое, Иван. С нами заместитель генерального директора по маркетингу группы компании «Люксор» Иван Молев. И зачем у нас лежит такое количество интересных предметов на столе, мы узнаем после паузы. Здравствуйте еще раз. Это передача «Кейсы коммуникации». Я ее ведущая Галина Панина. И у нас в гостях заместитель генерального директора по маркетингу Иван Молев. Иван рассказывает интересно о маркетинге кинотеатров. И, Иван, у меня такой вопрос. Какие форматы еще можно делать в кинотеатрах? Места там много? Да, конечно. На самом деле, не мы придумали, но заимствовали опыт британский. В свое время там была убыточная сеть кинотеатров. И пришел достаточно энергичный молодой человек, начал думать, как в кино люди не ходили. Такой вот кризис. Что сделать для того, чтобы поднять выручку и вообще сделать так, чтобы кинотеатры все-таки не закрылись? Потому что закрытие кинотеатра — это просто ужасно. Это трагедия, на самом деле, для любого города. Он начал проводить семинары и конференции в залах кинотеатров с фуршетами, с банкетами, с кофебрейками. Потому что я подумал, ведь это все реально, это возможно. Учитывая то, что у нас есть и ресторанная сеть в том числе, есть вип-залы прекрасные, есть разные возможности для того, чтобы это делать. И мы начали продвигать эту историю. Достаточно активно ее двигаем сейчас. И уже есть партнеры, которые на постоянной основе у нас проводят свои конференции, семинары, тренинги. Любого плана, формата. То есть реализация идеи всего года, а уже есть какие-то конкретные интересные результаты, да? Да, да. И причем есть и крупные компании, которые у нас проводили в регионах уже свои презентации. Возвращаются они вот к вам? Возвращаются. Ну, смотрите, они приходят к нам, да, получают хороший сервис, смотрят, презентуют все на большом экране в зале. Свет у нас все это, ну, все уже мы предусмотрели. Соответственно, все для того, чтобы проводить такого плана и формата мероприятия у нас есть. А после того, как они это делают, они что могут? Они могут собраться все вместе и посмотреть дружно любой фильм, который идет в данный момент. Такой тимбилдинг еще. Такой тимбилдинг дополнительный. Очень интересно. А скажи, пожалуйста, вот ты до Люксора, ты работал в Ингострахе, правильно? Да. Почему, когда я тебя спросила про Ингострах, ты появился с таким количеством сувениров? В Ингострахе пришел в 13... Что это такое? Это палки-махалки так называемые. Ну, подтверждаю. Вот, которые еще светятся вечером. Да. Когда я пришел в Ингострахе в январе 13-го года, я пришел на позицию руководителя проекта эстафеты Олимпийского огня. Мы придумали вот в том числе и такие креативные решения. Мы раздавали эти палочки по маршруту и когда факелоносец пробегал, люди стояли и махали, приветствовали. Погоди, вы отвечали за организацию, в принципе, эстафетного огня полностью, за Сочи-2014. Работал ты с оргкомитетом Сочи. Да, безусловно. Я работал непосредственно, у меня очень много друзей осталось с тех времен. Мы работали вместе, но я отвечал именно за активность Ингостраха. Вот это факел, да? Это факел 14-го года. Настоящий, работающий, то есть именно с ним ходили. Вы знаете, вот это конкретно мой факел, с которым я... Ты тоже бежал? Да, я бежал в своем родном городе, Ростове-на-Дону, с этим факелом, подал заявку. Не то чтобы вот... не потому, что я к этому отношение имел. Ну, ты имел к этому отношение. Я к этому имел отношение, но я подал заявку, как и все, принимал участие в конкурсе и был выбран штабом для того, чтобы участвовать в этом проекте. Не сказал еще о том, что помимо вот стандартного маршрута, я еще и помогал оргкомитету в организации достаточно тяжелых мероприятий, активностей, в том числе эстафеты на Северном полюсе. Ты был на Северном полюсе? Да, с факелом. С Олимпийским огнем, да. На Северном полюсе, на Байкануре, на Байкале. Это была очень интересная работа, очень интересная и сложная. Скажем, если брать Северный полюс, то там, в общем-то, нам повезло, потому что погода позволила с факелами осуществить эстафету. Там была интернациональная команда, полярники с ряда стран участвовали в экспедиции. Это была большая экспедиция, которая сопровождалась вот этой активностью. И у нас все прошло прекрасно. Ни один факел не погас, все сработало просто на 200 баллов. Слушай, ну ты же все равно, прежде всего, пиарщик. Вот скажи мне честно. Вот эти махалочки, это единственные махалочки, которые были на атомоходе. На атомоходе, который шел в... Да, который шел на Северный полюс, и когда проходила эстафета, по маршруту следования люди стояли и махали с включенными такими фонариками. Есть прекрасные фотографии. У тебя глаза горят, когда ты про это рассказываешь, что, собственно говоря, не свойственно циникам, пиарщикам, поэтому я все-таки задам этот вопрос. На твой взгляд, зачем было ехать куда-то там в Антарктиду? Зачем было ехать на Байконур? Зачем было это делать совсем-совсем по-настоящему? Ну, получил ты красивую картинку. Все это сделал, и погоду тебе тоже сделали. Все. Зачем? Здесь два момента. Первый момент, безусловно, представить компанию, в которой я работал, а второй, наверное, более важный и существенный, это помочь глобально и внести вклад в свой, в организацию такого масштабного мероприятия. Я не знаю, когда будет у нас эстафета или олимпиада в будущем, но мы ее получили, мы провели ее, я считаю, достойно. Это все-таки проект Инга Страха. Это очень затратный проект. И не перекрывало ли ключевое сообщение олимпиады самой и имидж этого большого мероприятия с Инга Страха? Ты все-таки пиарил Инга Страха. Безусловно. И нет. Как ты это понял? Мы выстроили компанию таким образом, что ключевые моменты, которые мы хотели донести до тех людей, ведь у нас тоже в Инга Страхе тоже был определенный сегмент, своя целевая аудитория. Тот посыл, который мы хотели донести до людей и до тех, кто нам был необходим, мы сделали. Мы выстроили все так, как было необходимо. А главное, и просто люди, которые вышли на маршрут и увидели активности 80-го года, они вспомнили, они... Но это было более старшее поколение, приходилось еще молодежь. Безусловно. Но молодежь, вы просто не видели очереди в нашей медиасфере или к нашей Волге, когда молодежь видела ее проезжающую с музыкой. У нас там была отличная акустическая система в багажнике. То есть машина останавливалась, открывался багажник и начиналось, в общем, некое движение. Мы крутили, безусловно, не какие-то там современные композиции. Это была музыка 80-го года. Но на эту музыку молодежь реагировала очень положительно. Это было прекрасно. И фотографировались с факелом они с удовольствием. Не только пожилые люди или люди в возрасте, а те молодые люди, которые студенты, которые пришли, школьники. И на самом деле, знаете, я, когда пробежал с факелом, пришел в свою школу родную, которую окончил в Ростове, и пообщался с школьниками. Это было видно. Они гордились страной, они гордились тем, что у нас проходит такое большое мероприятие. Они задавали массу вопросов, и на все вопросы я с удовольствием ответил. И скажи, пиар, это была в основном бетеловская акция, на самом деле, факелы, правильно? Да. Ты потом пришел в Люксор, и это уже была не только бетеловская. Или у вас есть бетель? А у нас есть бетель, безусловно. Мы, как я и говорил, проводим большое количество праздников, ивентов. Для детей, ты говорил, да? И для детей, и для молодежи. Приглашаем разных диджеев, в том числе и достаточно известных. У нас разные активности. Ты учился пиару где-то, потому что у тебя очень сильно разнятся направления. Я знаю, что до этого ты еще был пресс-аташе, пресс-секретарь, пресс-аташе. По образованию я вообще дипломат. Окончил МГИМО. Да. С двумя дипломами. Специалист в области международных отношений, если быть точным. Я думаю, что это жизнь. Это, в принципе, все зависит от человека. Человек сам строит свою судьбу, он учится, и не обязательно чему-то учиться. Я читаю много книг, в том числе и по маркетингу, самообучением занимаюсь в таком плане. Но я много общаюсь с людьми, коммуницирую. И вот в кейсе коммуникации, коммуникация — это самое важное. Это основа для любого человека. Чем больше ты будешь общаться, чем больше ты будешь находить какие-то единые позиции, даже со своими соперниками, противниками, тем успешнее ты будешь. И вот пиару я научился, когда я работал в посольстве, я тоже занимался пиаром, безусловно. И в институте какие-то базовые вещи мне давали. Но вот прям сказать, что я по образованию пиарщик — нет. Я научился этому в процессе своей карьеры, в процессе тех проектов, которыми занимался. Я научился своих руководителей, которые, да, по образованию были пиарщики. Хорошо, но маркетинг никто не отменял. И сейчас у тебя большая часть маркетинга. Это я так правильно понимаю? И аналитика, статистика… Не верю в нее. Не веришь? Не верю ни в аналитику, ни в статистику. В статистику верю, в аналитику нет. Коллега. Почему не веришь? Потому что ты пиарщик изначально? Потому что я пиарщик, потому что я за результат. Потому что я его могу ощутить без аналитики и без статистики. Я увижу просто через определенное время. Просто я понимаю, когда ты что-то делаешь, ты понимаешь, что оно должно выстрелить вот тогда. Если оно не выстрелило, ты не опускаешь руки, ты движешься вперед. Ты думаешь, как сделать так, чтобы это сработало. Вот на этом нужно сосредотачиваться, а не на аналитике, статистике и каких-то таких вещах. Нужно постоянно работать, думать, придумывать и реализовывать. И никогда не останавливаться. У тебя был провальный проект? Сложный вопрос. Проект? Нет. Какие-то вещи в проектах? Да, безусловно. Можешь привести пример какого-то случая, после чего ты понял, что вот этого я еще не знаю? Когда я работал в строительной компании, я, конечно же, не понимал в строительстве ничего. Я был генеральным директором компании в том числе, строительной в свое время. У меня, да, достаточно интересный такой опыт. И, конечно же, на позиции генерального директора нужно очень много всего. Хорошо бы немножко понимать в строительной компании. И я так что-то начинал делать, какие-то вещи, не буду называть какие, но понимал, что двигаюсь я, наверное, не в том направлении. Я сел, пообщался со своими руководителями и пошел учиться. Я получил диплом по промышленному и гражданскому строительству. Высшей школе экономики. Это профессиональная переподготовка. Спасибо большое. С нами был Иван Молев, заместитель генерального директора по маркетингу группы компаний «Люксор», дипломат по образованию. И я, ведущая передачи «Кейсы коммуникаций» Галина Панина. Паркетинга «Люксор» Галина Панина Панина Панина.